В цивилизованных странах мира едва ли найдутся везунчики и счастливчики, которых миновала страшная участь под названием «Школа». Некоторые проходят лишь часть кругов ада и сваливают после девятого класса, нарешая сразу получать профессию. А некоторым приходится, что называется, тянуть срок от звонка до звонка. И в какой-то момент это так надоедает, что школьники начинают жутко ностальгировать по беззаботному раннему детству. Так что же лучше, протирать штаны в начале или конце школьного пути? Добро пожаловать на Телблокнет! И сегодня ты увидишь батл, в ходе которого мы выясним, что круче — учиться в первом или в одиннадцатом классе. Раунд один. Специфика обучения. Все, кто уже закончил Шарагу, прекрасно помнят геморрой, который начинался класс эдак седьмого. Во-первых, к обычным предметам добавлялись усложненные вроде тригонометрии или линейные алгебры, которые большинству особо не понадобились. Ну а во-вторых, именно в этот славный период преподы и предки начинали муштровать по части учебы особенно злостно. Старики нанимают репетиторов, чтобы подтянуть твои хвосты. Мало того, что это влетает в копеечку, так еще и головомойка страшная. Ну а прикинь, приходишь домой, сбежав от мерзких учителей, а там тебя ждут новые преподы. Или что еще хуже, придется тащиться на дополнительные кому-то на квартиру, тратя время на дорогу. А в выпускном классе так вообще все хватаются за голову, стараясь впрыгнуть в последний поезд. Чего это с ним? Он только что сдал без подготовки зачет по термеху. Учителя напирают еще сильнее, чтобы потопичные сдали ЭГЭ, и им не прилетело по шапке от руководства. Родители запрягают репетиторами даже самых отъявленных двоечников. Потому что как это так? Сыночка или дочечка не поступит в универ. Да и само слово экзамены, которое до сих пор прибирает меня до дрожи, не давая расслабиться. Когда на носу тестирование и прочая лабуда, согласись, тебе уже не до тусовок во дворе и игр по ночам. Так что последний год учебы таит в себе достаточно подводных камней, которые здорово щекочут нервишки. Смотри, до экзамена остались сутки. Тебе нужно выучить все билеты, их не так уж много. Если сядешь сейчас, то успеешь как раз к экзамену, понял? Понял. Пойду покричу, халява приди. То ли дело, когда ты впервые переступил порог шараги. Лично я смутно помню, что было в первом классе. Кажется, что тупо ничего. Сидели себе за партами, считали ворон за окном и слушали нескончаемые потоки сознания первоучительницы о том, как важно и круто ходить в шарагу. Да, ну и прописи писали. Кстати, писать можно было коряво и через пень колоду, потому что за это никто не ругался. Максимум могли аккуратно подправить своей рукой. А оценок там вообще не было как таковых, так что схлопотать лебедя было даже в теории нереально. Нереально. Помню, вместо отметок рисовали себе на полях тучку, если плохо справился с задачей, или солнышко, если хорошо. Чем не лафа? Единственной проблемой для тех, кто ходил в садик и тех, кого активно готовили к школе родителей, был тот факт, что сидеть на уроках было до ужаса скучно. Там не раз повторяли детсадовскую программу, и некоторым ребятам, которые манят себя взрослыми и важными шкалерами, предлагают лепить коловка из пластилина или прибавлять палочки, нарисованные на доске. С другой стороны, уроки не казались такими длинными, нудными и муторными. Как в старшей школе. Еще бы, они длились всего полчаса, и при этом не задавали сраную домашку. Ну, может быть, раз в неделю нам и говорили, сделать на выходных прописи. Но чтобы корпеть над уравнениями, задачами или сочинениями, увольте. А это уже дорогого стоит. А слышал ли ты когда-нибудь, что на ребенка первоклассника орали учителя? Могу поспорить, такого не припомнят даже те, кто откровенно ненавидит шарагу и мечтает забыть ее, как страшный сон от начала до конца. В общем, халява на халяве. Следовательно, в раунде первом первый класс один балл, одиннадцатый, ноль баллов. Раунд два. Удобство. Безусловно, это прикольно сидеть над прописями и ни над чем не заморачиваться. Беззаботное детство — это вообще большая привилегия, о которой начинаешь задумываться всерьез только во взрослой жизни. Но так ли первый класс хорош с точки зрения удобства? Само собой, за новобранцами школьного ордена следят все время, что они тусуются на занятиях. То есть даже такая роскошь, как побеситься и поугарать с пацанами на переменах, тебе не светит. Тут преподов тоже можно понять. Вы, малые, разобьете друг другу лбы и снесете окно. А им потом отчитываться перед стариками и директором «В стекло не попадите!» Но оправдание оправданиями, а детям от этого легче не становится. Первый класс гораздо больше напоминает каторгу и заключение, чем одиннадцатый. Сидите с запертыми в душном помещении полдня, и в лучшем случае училка выводит вас на прогулку всей кучкой. Естественно, под своим чутким надзором. В Москве и других столичных школах постсоветского пространства школьникам-старшакам часто разрешают юзать ноуты и планшеты вместо того, чтобы таскать с собой в школу кучу тетрадей и учебников. И пусть такие привилегии еще не добрались до провинции, все равно в одиннадцатом классе ты чувствуешь моральную свободу. А это уже большой плюс в плане удобства. В первом классе ты еще совсем бесправное существо. Что говорить, если у тебя даже паспорта в этом возрасте нет? И, конечно, шести-семилетние дети не могут подрабатывать на каникулах и выходных. В то время как одиннадцатиклассник способен, по крайней мере, частично покупать себе шмотки на личный вкус, не завися от мнения и указаний стариков. Да, все твои интересы в шестилетнем возрасте ограничиваются игрушками и ни о каких шмотках речи не идет. Но факт остается фактом. В первом классе прав и свобод у тебя 0,6. Школеры, которым в одиннадцатом исполнилось восемнадцать, могут даже не отпрашиваться на гулянке у мамы с батей. Да и с преподами можно дискутировать увереннее. Ты что-то понимаешь в жизни и умеешь, в то время как в первый класс приходишь моральным овощем. Как ни крути, а удобств в конце шараги гораздо больше, чем в начале. И это значит, в раунде втором первый класс. Один балл! Одиннадцатый один балл! Раунд три. Возможности. На первый взгляд тебе может показаться, что максимальные возможности открываются в одиннадцатом классе. Поступление в универ с тусовками, гулянками, взрослая жизнь в общаге и все такое прочее. Так-то оно так, но есть нюанс. Чем ты младше и моложе, тем больше у тебя перспектив. Да, сразу после одиннадцатого ты можешь свалить и постигать профессию своей мечты или начинать работать и получать бабки. Но к этому моменту у тебя за плечами уже складывается какой-никакой багаж. Если в школе тебя травили, и ты был забитым нелюдимым объектом всеобщего троллинга, далеко не факт, что этот сценарий не будет повторяться в высшем или среднем специальном учебном заведении. Если ты был разгильдяем и двоечником, вряд ли тебе вообще светит какая-то качественная учеба. Если ты был нормальным, ровным чуваком или вообще душой компании, то уже нажил, если не друзей на всю оставшуюся, то по крайней мере знакомых. Сейчас это может показаться странным, но во взрослой жизни порой именно одноклассники, которые стали врачами, юристами, преподами, чиновниками и кем-либо еще, могут сыграть большую роль в твоей судьбе. Ну а заводить с ними дружеские или приятельские отношения после завершения шарага – идея так себе. В первый класс ты приходишь чистым, как белый лист. В этот момент формируются первые социальные связи, которые позже перерастают в дружбу или партнерство. Именно в начале лучше всего устанавливать свой авторитет и укрепляться в обществе, пусть оно и состоит из пока еще спиногрызов. Как там говорят? У тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Точно, бля! То же самое касается учебы. Да, в первом классе она фактически отсутствует, но если ты будешь прилежно выводить закорючки в тетрадях, быстро завоюешь лояльность учителей, а это тоже важная штука. Тут можно возразить, мол, да пофигу, первая учительница пробудет максимум три класса. Так оно так, но ты ведь не думаешь, что первая учительница – это такой изолированный пень, который сидит в кабинете и носа из него не показывает. Очевидно, что преподаватели младших классов – такие же люди и педагоги, которые общаются с коллегами со старшей школы. И только от тебя зависит, будешь ли ты представлен, как старательный парень с зачатками мозга или как ни на что негодный болван. Бывает и так, что вот эта молва среди учителей определяет твое место под солнцем в дальнейшем процессе обучения. Плюс с самого начала года учебы детям прививается настойчивость, так что тому, кого все-таки смогли заставить старательно выводить закорючки в первом классе, в будущем будет проще заставить уже самого себя усидеть на стуле жопой ровно, не отвлекаться по пустякам и посвятить время решению поставленной задаче. Ну а воспользоваться всеми этими перспективами начинает выстраивание репутации и заканчивая формированием дружеских отношений поможет первоначальный запал и энтузиазм. Согласись, в первый класс ты топаешь с охотой и интересом, а вот в одиннадцатом тебя уже не покидает навещивая мысль «Господи, да когда же это все уже кончится?» Бесспорный плюс в том, что кончится это все уже совсем скоро. Осталось здесь сидеть несколько месяцев, чтобы распрощаться с кошмарным местом под названием «Школа навсегда». Но тот факт, что прошлого не вернешь и школьные косяки могут навредить по жизни дальше, минус, который сильно перевешивает это преимущество. А раз избежать косяков можно только в начале пути, первый класс получает еще один балл в решающем раунде и нагибает одиннадцатый в батле. Итого первый класс два балла. Одиннадцатый один балл. За начальную школу отдали голос почти 70% наших подписчиков. Ностальгия по молодым годам берет свое. А что больше понравилось лично тебе? Учиться в первом или в одиннадцатом классе? И почему? Пиши ответ в комментариях и подписывайся на наш канал, чтобы первым узнавать о выходе самых жарких батлов Ютуба. Ну и в паблик ВК тоже заглядывай, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим подобные голосования и орем над угарными мемчиками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!